МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Павел Малков. Идем навстречу бизнесу и становимся лучше. Губернатор региона принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Точка в громком деле. Суд вынес приговор по убийству двоих охотников. 15 лет борьбы. Турлатовская свалка прекратит свое существование. С 5 по 7 июня в Санкт-Петербурге проходит экономический форум. Участие в нем принимает и наш регион. Основные итоги поездки подведет Валерий Седов. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение на 50 миллиардов рублей. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Цель соглашений – деловое сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, а также других сферах экономики. Глава региона отметил, что подписание таких соглашений – это новая продукция в регионе, рабочие места, инфраструктура и развитие области. Главное теперь – договоренности эти реализовать. Например, соглашение с АО «ОКСК» предусматривает расширение производства за счет строительства новых птичников в Рязанском и Александроневском районах. Это ни много ни мало – 688 новых рабочих мест. Реализация намечена на 2024-2030 годы. Объем финансовых вложений – почти 25 миллиардов рублей. Другие подписанные губернатором соглашения направлены на развитие в регионе целлюлозно-бумажной отрасли, IT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. Плюс строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в Рязани, а в рыбном – производственно-складского парка. В ближайшие 6 лет по этим инвестиционным проектам появится около 2000 новых рабочих мест. Павел Малков принял участие в тематической сессии «Россия. Вместе создаем будущее». Ее председатель – заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Главная тема – выставочная деятельность как главная коммуникативная среда в науке, бизнесе, культуре, просвещении и образовании, значение и работа международной выставки форума России, создание национального центра России, призванного сохранить наследие этой выставки, а также лучший региональный опыт в этой сфере. По словам Максима Орешкина, выставка становится главным элементом, мотивирующим к планированию преобразований и новым свершениям. Это эффективная площадка для экспонирования значимых проектов, обмена опытом, в том числе в реализации национальных целей развития страны. Максим Орешкин привел в пример рязанский торговый городок, мол, там люди черпают вдохновение для дальнейших свершений. И добавил, что в целом в Рязани очень много делается с точки зрения создания пешеходного маршрута, реконструкции культурных и исторических объектов. Рязань – город с богатой историей, архитектурой. Очень здорово, что это сейчас все восстанавливается. Павел Малков рассказал об опыте региона по восстановлению исторического наследия, организации выставочного пространства в возрожденном торговом городке. Сейчас мы этот объект полностью восстановили. У каждого павильона есть какая-то и своя идея, свой смысл. Там работают кафе, ресторанчики, там постоянно проходят мастер-классы, форумы, мероприятия. Действует музей кофе и действует музей прошлое и настоящее будущее. Сейчас делаем там филиал нашей областной библиотеки, многое-многое другое. То есть мы постарались создать такое комплексное культурное пространство. Очевидно, использовали здесь и опыт ВДНХ, и опыт выставки «Россия». И планируем сейчас, когда на России основные мероприятия завершатся, этот же опыт внедрять в нас и выставлять достижения наших муниципальных районов. Павел Малков отметил, что почти все туристы, которые сейчас приезжают в Рязань, приняли такое решение после посещения регионального стенда на международной выставке «Россия». Так что свою Рязанскую ВДНХ планируют расширять и дальше. На Петербургском международном экономическом форуме 7 июня агентством стратегических инициатив представлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Рязанская область отмечена в числе пяти лидеров динамики рейтинга. Губернатору Павлу Малкову вручены на презентации диплом и памятный знак. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. А его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил агентство стратегических инициатив и отметил, что такой рейтинг очень информативен и помогает регионам эффективнее работать, улучшать инвест-климат. Я хочу поблагодарить агентство стратегических инициатив за то, что у нас есть вот такая прекрасная система координат, где мы видим себя, как мы развиваемся, как двигаемся. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин отметил. Это те, кто делает очень мощные шаги вперед, поэтому регионы, поднявшиеся рейтинги, это очень важно. Но вот сейчас с Сергеем Семеновичем тоже перед началом разговаривали. Важно мерить себя не только внутри страны, мерить, как мы выглядим на общемировом уровне. Потому что Россия должна быть первой, Россия должна стремиться быть лучшей во всем. Во многом нам это удается, будем двигаться вперед. В рамках экономического форума 2024 6 июня на стенде региона заключили рамочное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Рязанской области и Скопинским фармацевтическим заводом, который предусматривает создание в регионе плазмоцентра. Церемония прошла с участием министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Для того, чтобы это соглашение было подписано сегодня, и оно является важным не для Министерства здравоохранения в первую очередь, а для пациентов и для граждан страны, и это делалось именно с этой целью, было подготовлено ряд законодательных инициатив, изменения формативно-правового регулирования, чтобы непосредственно обеспечить производство плазмой донорской и для того, чтобы выстроить полностью весь механизм от заготовки до производства. Это и надежность, и безопасность для нашей страны, и получение лекарственных препаратов для тяжелых пациентов. Документ подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор Скопинского фармацевтического завода Инга Нижерадзе. Рязань станет одним из десяти регионов, где планируются подобные центры. Павел Малков подчеркнул, что проект значим для Рязанской области и для всей страны. Плазма-центр позволит обеспечить полный цикл производства отечественных препаратов плазмы крови, необходимых для лечения целого ряда сложных заболеваний. Планируем разместить его на базе областной станции переливания крови. О разного рода фортелях управляющих компаний мы рассказывали не раз. Обычно из-за такого страдают простые жители домов. В этот раз алгоритм стандартный, говорят местные жители. Управляющая компания погрязла в долгах, а жители не получают оплаченные услуги в полной мере. 6 июня 2024 года. В многоквартирном жилом доме на Славянском проспекте номер 6 снимают все домофоны. Притом делает это компания, которая домофоны эти обслуживает. И на первый взгляд простая история. При ближайшем рассмотрении приобретает необычный окрас. Домофоны эти еще в 2010-м установила компания «Ведикон». Она же и обслуживала, и, что немаловажно, взимала за них плату. Сама, без посредников. Был заключен соответствующий договор с каждым собственником. В 2018 году обязанности эти на себя взяла управляющая компания. За домофон жильцы платили им, а УК, в свою очередь, деньги передавала «Ведикону». По этой схеме работали три года. «Ведикон» обслуживал нас достаточно хорошо, и никаких претензий у нас нет к этой компании. Единственный нюанс, который возник у нас три года назад, у нас пришла лидер фонд, управляющая компания, и они не заключили договор. Но мы, не вдаваясь в подробности, обслуживают нас и обслуживают, кто нас обслуживает, на каких условиях, мы не знали. Как рассказали представители компании «Ведикон», с 2021 года управляющая компания деньги им не перечисляла. А сами домофоны при этом обслуживались исправно. Терпели год. Все это время посылали и заказные письма управляющей компании, и звонили, но толку, говорят, не было. В 2022 пошли на крайние меры, обратились в суд. И только в 2024 году суд вынес свое решение. Суд принял нашу позицию, подтвердил, что оборудование действительно принадлежит нашей компании «Ведикон», и что управляющая компания обязана оплачивать услуги по техническому обслуживанию и пользованию этим оборудованием. Фактически, эта управляющая компания три года собирала абонентскую плату за домофон жильцов, и аккумулировала ее на своих счетах, и не передавала непосредственному исполнителю, то есть нам. И все это время, пока шел суд, домофоны продолжали работать по, так сказать, старой схеме, говорят в «Ведиконе». А именно, обслуживают домофоны они, жильцы за это платят управляющей компанией, а деньги от управляйки в сам «Ведикон» не поступает. Ирония еще и в том, говорит Александр Осин, что все время, пока шел суд, пока деньги не поступали, директор управляющей компании звонила в «Ведикон» и просила домофоны отремонтировать, если возникала поломка. Дескать, ваша ж вотчина. Ремонтировали, шли навстречу жильцам, говорит Александр Осин, только деньги так и не поступали. Решение суда было однозначным. Суд вынес за период с 2021 года по 2022 год сумму порядка 100 тысяч рублей. Вот сейчас в данный момент поданы иски на возмещение судебных расходов и на следующий период предоставления нами услуг по дому. Жильцы тоже говорят, что управляющие компании недовольны. И дело не только в домофонах. Заявки на обслуживание диспетчерам оставляют, а ВОЗ и ныне там. Наша управляющая компания ничего не делает для жильцов. Мы обращаемся в управляющую компанию, уже включая электронные письма, обращаемся по телефону к диспетчеру, оставляем номера заявок. У нас разрушился практически весь фасад дома. У нас разрушились тут лестницы. С этих лестниц уже падают. Вот. Компания никак не реагирует на заявки. Компании Ведикон рассказали, что на управляющую компанию лидер фонд уже подано больше 20 судебных исков. Как от жильцов, так и от ресурсоснабжающих организаций. И во всех этих судебных перипетиях страдают обычные жильцы. Решение, говорят жители, простое. Сменить управляйку. Мы хотим собрать жильцов самостоятельно, без совета дома. Оповестите об этом всех жильцов. И если кто-то увидит из жильцов вот это видео, пожалуйста, приходите на собрание, чтобы могли решением хотя бы половина жильцов должен быть 51% голосов за смену управляющей компании. Да и компания Ведикон не против, дескать. Давайте работать, как работали, почти 10 лет, по прямому договору, а не через управляющую компанию. Любопытное примечание. Суд вынес решение еще в феврале, но до сих пор деньги управляющая компания не перечислила. Жильцы тоже ждут от лидер фонда действий. В этот раз хотя бы, говорят, положительных. В резонансном деле об убийстве двоих на охоте поставлена точка. Напомню, произошло все в апреле 2022, когда трое товарищей отправились на охоту в Клепиковский район. В запутанном уголовном деле вынесен приговор. Два года расследования, допросы, судебной экспертизы. Этим уголовным делом занимался первый отдел по расследованию особо важных дел. Собранных доказательств хватило для вынесения приговора по резонансному уголовному делу. Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья на территории Клепиковского района Рязанской области. По прибытии на место они разбили временный лагерь, установили палатки, после чего стали заниматься приготовлением пищи, а также распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений осужденный нанес двум мужчинам более 40 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Приговор суда – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Борьба с Турлатовской свалкой продолжалась 15 лет. И штрафы выписывались, и пытались закрыть полигон через суд, однако свалка продолжала работать. И вот стало известно, что в настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Подробности далее. В уголовном деле три фигуранта, говорят следователи. Руководитель и два члена организованной группы. Их обвиняют по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшим загрязнение окружающей среды». Помимо этого, двух фигурантов обвиняют в незаконном отмывании денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. Одного – в пособничестве в совершении злостного преступления служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда. Теперь по порядку. Все же уголовное дело – это большое и резонансное. Про Турлатовскую свалку знает практически каждый. В результате расследования было установлено, что руководитель и участники организованной группы незаконно получили лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения для деятельности, связанной с обращением с химическими веществами и отходами. Помимо этого, они подали документы в региональное управление Росреестра о незаконном переименовании объектов на территории комплекса гидротехнических сооружений в районе Турлатова в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов. А дальше началась работа. С марта 2007 года обвиняемые путем заключения и исполнения договоров, муниципальных и государственных контрактов осуществили накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов в объеме не менее 354 тысяч кубических метров. Вплоть до 10 октября 2022 года. Желая избежать ответственности, они неоднократно переоформляли право собственности на гидротехнические сооружения, передавая их как между участниками организованной группы, так и между подконтрольными им юридическими и физическими лицами. Что позволяло беспрепятственно в течение длительного периода времени незаконно использовать указанные сооружения, осуществляя накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов в нарушение правил экологического, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. Последствия таких преступных действий, говорят следователи, это загрязнение геологических слоев и подземных водоносных горизонтов. При этом создается угроза причинения существенного вреда природе. И пока экологи и местные жители били тревогу, обвиняемые легализовали денег на 5 миллионов рублей. Кроме того, один из обвиняемых в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в районе Турлатова города Рязани, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда, в соответствии с которым предприятие обязано было в течение трех месяцев освободить территорию от отходов. Уголовное дело в отношении руководителя указанного предприятия, обвиняемого в злостном неисполнении решения суда, ранее направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Уголовное дело расследовали совместно. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального управления экономической безопасности и УФСБ. В ходе предварительного следствия допросы, обыски и выемки договорной и финансово-хозяйственной документации проведены на территориях 12 субъектов Российской Федерации. Назначено и проведено 14 сложных судебных экспертиз. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением окружающей среде, наложен арест на имущество обвиняемых и принадлежащих им юридических лиц на общую сумму больше 1,3 миллиарда рублей. Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Лето только началось, а сотрудники УМВД уже поделились несколькими делами о кражах. Преступления раскрыты, подозреваемые найдены, да и сами дела произошли раньше. Однако известно о них стало только сейчас. О том, на что падки рязанские преступники, далее в сюжете. 3 июня в полицию обратилась 22-летняя рязанка. Говорит, обокрали ее в собственном доме. Дескать, сидела днем в квартире и услышала странный шум в прихожей. Приоткрыла дверь, посмотрела. Оказалось, что в квартире и правда был незнакомец. Некто взял сумочку и скрылся. А в сумочке этой лежали 5000 рублей и золотые сережки. Оказалось, что мужчина попал в квартиру через незапертую дверь. Девушку опросили. По приметам полицейские поняли, что скорее всего подозреваемый, ранее судимый за разбой и кражи 30-летний рязанец. А так как постоянного места жительства у него не было, то ориентировку передали всем наружным патрулям. Они же мужчину и задержали. Оказалось, что ограбление квартиры не единственный подвиг рецидивиста. Обстоятельства ограбления женщины, расскажи. Я не собирался вот это. У нас так получилось, по-моему. Ну как так получилось? Сотрудный телефон за полтора литра у коктейля дал. И 1000 рублей дал, 100 рублей дал. Вот так сбивчиво мужчина вспоминает недавнее застолье со случайными знакомыми. А как распили, говорит, догнал в коридоре одну из гостей и отобрал у нее около 100 рублей и мобильный телефон. На том поход не закончил. Уже ночью сломал замок на двери торговой палатки, что на интернациональной, и похитил из нее продукты еще в 150 рублей. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок до 7 лет лишения свободы. Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Еще одно уголовное дело о краже из магазинов на окраине полицейские уже раскрыли. В полицию обратилась 54-летняя Рязанка и сообщила, что с прилавка магазина в торговом центре на окраине Рязани, где она работает, пропал смартфон с банковской картой. Возможно, продавец отвлеклась на посетителей и оставила телефон с банковской картой без присмотра. Зломышленник воспользовался этой оплошностью. Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина торгового центра и ряд посетителей. Удалось выяснить внешность мужчины, который крутился у прилавка в отсутствии за ним продавца. Полицейские узнали по описанию 33-летнего жителя Рязани, которого неоднократно судили за хищение и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Ну а дальше практически кино. Подозреваемый пытался продать краденный телефон. Полицейские мужчину задержали. Дальше больше. Как следствие началось, мужчина от правоохранительных органов вскрылся. Его объявили в федеральный розыск, а попался он снова на продаже украденного телефона. Здесь уже оперативники задержали, так сказать, наверняка. Уже в ходе допроса поняли, что ситуация стандартная. 33-летний рязанец пристрастился к употреблению. Денег не хватало, вот и решил воровать. Обходил торговые центры и ждал момента, когда сумка или телефон останется без присмотра. Сейчас мужчина под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы». Рецидивист Сасова пошел и того дальше. Украл целый сейф с деньгами. В полицию обратился руководитель организации, расположенной в городе Сасово. И сообщил, что из запертого кабинета на первом этаже здания пропал сейф. Окно помещения было распахнуто. Оперативники уголовного розыска выяснили, что до момента кражи окно было неплотно закрыто. Видимо, злоумышленник взломал окно и через него проник в кабинет и забрал сейф, где хранились 32 тысячи рублей. Полицейские осмотрели кабинет и обнаружили следы, которые в ходе проверки по базам криминалистического учета указали, что в помещении орудовал 43-летний местный житель. Оперативники о криминальных похождениях этого мужчины знали. Там статьи за грабеж, кражу, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Освободился он пару месяцев назад. Его тут же задержали. Оказалось, что мужчина пристрастился к употреблению наркотиков. Вот и искал возможность для кражи. Деньги из сейф он потратил на наркотики. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Заседание правительства Рязанской области на этой неделе началось с представления нового министра труда и соцзащиты населения Дениса Тараканова. Губернатор подчеркнул, что чиновник – победитель конкурса управленцев лидера России, а наставник его – федеральный министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Губернатор отметил, что теперь перед чиновником стоят задачи по совершенствованию системы соцподдержки граждан с учетом масштабной перенастройки всех органов соцобеспечения, которые планируются в 26-м году. О других темах далее. Тему номер один – это дороги. Поговорили о поручении губернатора о ремонте всех въездных путей в город. Половина из них уже отремонтирована. В прошлом году сделали въезд из Тулы. До конца сентября закончат капремонт на границах с Липецкой и Тамбовской областями. Об этом рассказал министр транспорта Павел Супрон. Павел Молков отметил, что все въездные дороги нужно привести в порядок, как и стелы на этих участках. Другое обращение из соцсетей касалось дороги на Интернациональной. Дескать, там и ОКБ, и ОДКБ, а подъезд к больницам оставляет желать лучшего. Дорога Интернациональная. Конечно, нужен ремонт. На сегодняшний день мы пока не заказывали проект. Хотели ходатайствовать под ключ этот проект на следующий год, если Минтранс нас поддержит. В этом году прошли отбор. Завтра будет подписано распоряжение Минтранса и будем делать картами на 22 миллиона рублей то, что мы сможем сделать в этом году. Также, я говорю, хотел податать перед Минтрансом двухлетний контракт ремонта этой дороги. По схеме транспортного сообщения, там даже предусмотрены вытянутые полосы и расширение дороги. Спрашивали горожане и про строительство школы в Олимпийском городке. Пока все на уровне слухов. Кто-то узнал от кого-то, что где-то будет новое учебное заведение. На правительстве внесли ясность. Школа будет уже в 25 году, а 1 сентября в нее уже могут пойти первоклассники. Так как перенос в завершение строительства школы в Олимпийском в настоящее время только окончательно определен, сейчас определяем сроки строительных работ. Для того, чтобы зашли дети, нам необходимо, дошли дети 1 сентября, нам необходимо, чтобы работы все были завершены до 20 июля. Успеваем, Дмитрий Александрович, к июлю. Павел Ильич, вы задачу поставили, я понял. Большая часть доклада касалась изменений в региональном бюджете на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Так, доходная и расходная часть увеличится почти на 850 миллионов рублей за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Они пойдут на соцподдержку, выплату субсидий на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, строительство школы для одаренных детей, развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и туризма. Для обеспечения лекарствами и льготными медикаментами предлагается увеличить расходы на 200 миллионов рублей. 33,7 миллиона предусматривается на предоставление социальных выплат медицинским работникам, оказывающим скорую и первичную медико-санитарную помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Планируется увеличение расходов областного бюджета на продолжение благоустройства общественных территорий в сумме 163 миллиона рублей и на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону в размере 100 миллионов рублей. Павел Малков подчеркнул, что дополнительное финансирование предусмотрено на создание научно-производственного центра по разработке беспилотников и образовательного пространства «Школа-21». Другая тема – газификация региона. Глава Рязанского Минстроя Дмитрий Васильевский рассказал, что на строительство 10 газопроводов выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. А в рамках нацпроекта «Культура» пройдет техоснащение музея-усадьбы «Академика Павлова». В этом году в музей вошел у нас проект «Культура» по техническому оснащению. В настоящее время закупаем оборудование. Традиционно закончили обращениями из соцсетей. На первом месте – дороги. Просили как о ремонте, так и об уборке пыли. Притом далеко не на центральных улицах. На втором месте – ЖКХ. Здесь жалуются на отключение электричества. Арсен Анатольевич, я жду подробный доклад по отключению электроэнергии в Рязани. Не сейчас, но я хочу понимать, что происходило вплоть до персоналия. Возможно, какие-то решения уже надо принимать там. На третьем месте в списке жалоб – благоустройство. По всем поручениям Павел Молков дал задание отработать. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания.